здравствуйте уважаемые подписчики все мои цветы переехали на новое место жительства и здесь в этом помещении была вот эта толстянка и я бы никогда не подумал что вот эта толстянка денежные дерева как мы его привыкли все называть может и вне и являться распространителем заболевания вот посмотрите вот такие вот белесые пятнышки можно видеть я специально снимаю это видео когда еще не расцвело сейчас раннее утро вот посмотрите и это вот и такое вот не что иное как мучнистый червец такой вот насекомое которое по типу щитовки повреждает комнатные растения сначала я не придал этому значение думал что это выступила какая-то соль я бывает вот различными препаратами для вегетации опрыскиваю свои растения но дальше больше и больше и теперь уже я стал замечать эти белесые точки на фуксии а также на посмотрите вот на лиандре я стал смотреть информацию про это насекомое оказалось что она подобно щитовки подобно белокрылки повреждает листья и все растение практически погибает как же бороться с этим мучнистым червецом я посетил магазины вообще в интернете советуют актару зубр и вот фуфан нову и только здесь в инструкции я увидел что фуфан нова применяется против мучнистого червеца поэтому если кто-то заметил подобные белесые точки на своих комнатных растений и это точно у нас не белокрылка а вы знаете предположим что фуксия вот перед вами фуксия очень часто повреждается белокрылкой и очень трудно избавиться от нее в данном случае применение народных средств не дает эффекта поэтому мы обратимся конечно же химическим средствам защиты растений дело в том что мучнистый червец он повреждает не только листья как оказалось но он повреждает и почву поэтому если запустить в данном случае такое заболевание то придется еще и отряхивать и дезинфицировать землю в которой растет растение поэтому нельзя медлить необходимо срочно опрыскивать с интервалом один раз в 10 дней и стараться использовать различные средства поскольку здесь есть маленькие особи и женские особи мужские особи у этого насекомого поэтому с интервалом в 10 дней нужно опрыскивать и стараться использовать различные средства защиты против насекомых вредителей ну что ж я буду приступать к опрыскиванию а вы посмотрите также на свои комнатные растения и если увидите вот такие вот белесые наросты давайте бороться спасибо всем за просмотр увидимся в следующем видео заходите ко мне на канал здесь всегда много интересных историй про наши любимые комнатные растения в следующий день и в следующем видео за годом и уже hoofком в следующем видео за годом и для нас заходите к